МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шоу «Голос. Дети» Андрей Сергеев. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. На студии сегодня Наталья Кучмей, Екатерина Бабенко, организаторы фестиваля «Другая высота». Здравствуйте. Рады вас видеть у нас в студии. Ну и, конечно, первый вопрос о фестивале. Всероссийский, подчеркну, фестиваль. Это серьезная заявка, большая работа. Почему именно Всероссийский? Я так понимаю, была какая-то потребность помочь талантливым ребятам именно в нашем регионе? Да, если начинать с самого начала, дело в том, что с Натальей, со школой Натальи Кучмей нас уже связывает несколько проектов социальных, и ребята из школы Натальи уже пели под мои песни, поэтому наш тандем заявил себя как нечто очень хорошее и доброе. Ну и однажды, размышляя о том, что же мы можем сделать еще для ребят, для детей, для нашего края, мы решили запустить такую идею, как некий конкурс. Но сначала нам казалось, что это будет что-то небольшое, что-то, что мы сможем сделать собственными силами. Но вот как сейчас вы сказали, на сегодняшний день он разросся до такой степени, скажем так, что нам пришлось его переименовать во Всероссийский. Потому что как только мы начали запускать всевозможные ролики, рекламу и так далее, нам начали звонить с разных регионов, с Москвы в том числе, говоря о том, что к Сергееву попасть проще у нас, нежели там. И мы приняли решение, что на самом деле мы готовы принять ребят со всей России, мы готовы помочь им с размещением, с транспортировкой и так далее, и так далее. В общем, такая небольшая предыстория. Четыре дня будет длиться фестиваль. Не могли бы в целом пока еще рассказать об этапах, как он будет делиться, что будет в конкретный день происходить у нас здесь на фестивале? Ну, первое, самое такое грандиозное открытие наше, welcome party, мы ее называем между собой, это будет концерт, из которого мы хотим сделать шоу. Здесь у нас Наталья, можно так сказать, ответственная, потому что мы хотим из каждого номера сделать, правда, потрясающую постановку. Мы хотим сделать другой свет, другой звук, другую картинку, потому что наш фестиваль называется «Другая высота». Также в этот же день мы проведем, мне кажется, потрясающую дискотеку для ребят. Такой у них еще не было. Оставим небольшой секретик и интригу. И дальше у нас два дня прослушиваний. Мы ребят разделим на несколько групп. Кто-то будет прослушиваться, кто-то будет находиться на мастер-классах. Кстати, забыла сказать, в первый день у нас еще будет мастер-класс от наших гостей. Стаси Федоровой, это экс-участница «Голос-4», которая тоже ведет замечательный мастер-класс. Мы посмотрели, что он туда включит. Мы уже, честно говоря, сами хотим туда пойти. Тоже не буду раскрывать некоторых деталей. Дальше у нас прослушивание. Мастер-классы для тех, кто не слушает, не прослушивается. Я имею в виду Сергеева и у наших членов жюри. И галоконцерт тоже, в который мы вкладываем очень много сил, эмоций, энергии и прочего. И награждение. Ну, конечно, да. Мы еще, конечно же, чуть подробнее на некоторых этапах остановимся, потому что это очень интересно. И, повторюсь, впервые на Дальнем Востоке фестиваль такого масштаба проходит. А сейчас мне хочется задать такой немаловажный вопрос. Для тех, кто еще хочет пока только стать участниками, что для этого нужно? Нужно ли проходить какой-то кастинг, может быть? Как это будет происходить? Расскажите, пожалуйста. Нужно на наш номер телефона или на нашу почту отправить видео или аудиозапись обязательно живого исполнения какой-либо песни претендента участвовать в нашем конкурсе-фестивале, который мы посмотрим, послушаем и, собственно говоря, уже дадим обратную связь, проходят они или нет. Если нас все устраивает, то ребенок проходит, мы отправляем форму для заявки, которую родители или педагоги заполняют и высылают нам, и, собственно, все, ребенок в теме. Будут возрастные категории, да? Будут разные, там, от 6 до стольки-то лет. Расскажите, как будут делиться? Три возрастные категории от 6 до 9, с 10 до 13, и с 14 до 17 лет. И есть ли какое-то фиксированное количество участников? Или как-то не задумывались? Да, дело в том, что в любом случае мы рассчитали, в течение двух дней максимально прослушать мы сможем 120 человек. Есть некий регламент, о котором нас запросили и члены жюри, и председатель жюри. Это 2,5 минуты. Ну вот 120 человек — это наш потолок на эти два дня. Можно я про 2,5 минуты скажу? Потому что те, кто не имеет большого опыта выступлений на масштабных фестивалях, конкурсах, у них возникают вопросы, почему всего 2,5 минуты? Ведь песня может длиться и 3,5, и 4, и 5, и как так ребенок учил песню 5-минутную, а тут вы нам хотите обрезать ее до половины. Хочу здесь сказать, что за 2,5 минуты уже на самом деле все понятно. Тем более, что второй куплет всегда повторяют в песне первый куплет. Там только меняются слова. Поэтому, это такой мой маленький совет, может быть, кому из участников не успела рассказать по телефону, расскажу сейчас. Оставляем первый куплет, припев, потом выкидываем второй куплет, вырезаем вместе с припевом, далее оставляем бридж или развитие, кульминация, как угодно можно это называть, ну и какую-нибудь коду завершения. То есть, изымаем из песни второй куплет, у вас остается 2,5 минуты, в принципе, за которые абсолютно все понятно. Спасибо, Наталья. Вот уже небольшой мастер-класс, как участвовать в таких масштабных мероприятиях. К слову, насколько охотно согласились коллеги из Москвы принять участие так далеко, здесь, во Владивостоке? Знаете, на удивление очень охотно. Мы в любом случае шли по шагам, поэтапно. И сами себе сказали, если мы где-то споткнемся, мы четко выявим тот момент, где, собственно, мы споткнулись, и можем ли мы идти дальше. На нашу заявку, просьбу, в общем-то, отреагировано было очень быстро. И даже с интересом. Да, с интересом. Более того, мы вот сейчас общаемся с Андреем Сергеевым, который вот только за, он очень ищет, просит, хочет талантливых детей. Потому что, ну, там уже в Москве всех посмотрели, послушали. Надо двигаться в регионы. Тем более, что наш регион достаточно далеко, да, достаточно далеко находится от Москвы, и зачастую не все могут себе позволить купить те же билеты. К тому же, ребенка, да, никто не может отправить одного. В любом случае, это уже как минимум два билета родителей и ребенок. В Москве надо где-то жить на что-то. Конечно. И если все вот эти вот моменты просчитать, то на самом деле гораздо удобнее и дешевле привезти продюсера сюда и предоставить такую возможность. Дешевле для участников. Дешевле для участников, безусловно, дешевле оплатить взнос и попасть к господину Сергееву здесь и послушать его компетентное мнение и советы для того, чтобы дальше двигаться в этой профессии. И я повторю Екатерину, да, к нам поступали звонки даже из Москвы. Люди говорили, мы готовы к вам приехать во Владивосток, чтобы услышать, что думает о нас Сергеев, чтобы услышать его мнение и наставление, потому что здесь, в Москве, к нему не попасть. И хочу подчеркнуть, нужно поторопиться, потому что, как вы поняли, телезрители наши, участников немало, и даже из Москвы сюда к нам поедут. Поэтому давайте сейчас озвучим, до которого срока можно и нужно отправить заявку. До 1 марта мы ждем вашей заявки. Не так много времени уже осталось. О площадках фестиваля хочется узнать. Где будут локации находиться? Во-первых, самое большое открытие наше, наш гала-концерт будет проходить в таком замечательном месте, как Ангар. Эдвин Групп, я думаю, многие уже о нем знают. Очень уютное помещение, очень приветливые люди, нам очень легко и просто с ними работать. Более того, конечно, как я уже сказала, мы очень хотим по-другому выстроить свет, звук и так далее. Нам нужна была площадка, которая позволит это сделать. Вот в Ангаре все получится, все будет здорово и круто, скажем так. Дальше у нас будут площадки под мастер-классы, скорее всего, в геометрии фитнес. Сейчас не хочется об этом на 100% говорить, но там тоже очень хорошие залы, где можно будет провести мастер-классы. Наверное, мы попозже о них расскажем. Закрытие гала-концерт будет проходить также в Ангаре. Конкурсные прослушивания. Конкурсные прослушивания будут проходить в Гремме. Там есть тоже хорошая сцена, есть экран. Берем дополнительный звук хороший туда. Чтобы все звучали хорошо. И хочется еще сказать про прослушивание. Такой момент. Нам очень хочется, чтобы дети к этому подошли творчески. Если у ребят есть, грубо говоря, подтанцовка, видеоряд, ради бога, мы только это приветствуем. Очень хотелось бы создать для ребят атмосферу концерта даже на прослушиваниях. Что не просто они пришли со своей табличкой, отпели и все трясущиеся ушли. Чтобы это было, правда, таким творческим делом, душевным, интересным. Более того, мне кажется, действительно правильно, Екатерина, сказали, что юным участникам это даже поможет где-то расслабиться. Когда ты работаешь в образе, это значительно упрощает задачу, чем ты вышел и строгая жюри. И тебе нужно отпеть при нем. Так что подходите и творчески, и креативно к своим номерам. Это только приветствуется на фестивале Другая высота. Что еще важно? Давайте, наверное, кстати, про мастер-классы и поговорим. Давайте. Это такая важная и неотъемлемая часть любого фестиваля. Как я уже сказала, в первый день после открытия, после дискотеки мы все поедем в Дом молодежи, и там у нас пройдет мастер-класс Астаси Федоровой. Замечательно, потрясающая девушка, у нее прекраснейший голос. И она подготовила для ребят мастер-класс. Нам очень хотелось, чтобы в жюри, кстати, она же будет в жюри, чтобы в жюри присутствовал человек, который мог бы быть на уровне ребят. Я имею в виду ребенок, подросток, который прошел свой путь, похожий, наверное, на путь ребят. Может быть, кто-то только начинает, им интересно вообще послушать человека, который прошел уже что-то. Астаси подготовила, наверное, такой больше мотивационный мастер-класс. Мы попозже в анонсе дадим поподробнее информацию. Но это стоит того. Более того, она с собой возьмет кое-какие музыкальные инструменты, на которых все попробуют поиграть. Должно быть очень здорово. Дальше два дня мастер-классов. Для тех, кто прослушивается, они будут на прослушивании. Могут там остаться послушать, посмотреть, как другие ребята выступают, что говорят члены жюри им, что Андрей Сергеев говорит им. А остальная часть ребят будет находиться на мастер-классах. Во-первых, у нас будет мастер-класс по актерскому мастерству, мастер-класс по хореографии и мастер-класс по стилю. В общем, все эти компоненты, которые должны сойтись в одном, в артисте. Потому что просто голос, мы знаем, это хорошо, но этого недостаточно, чтобы звучать хорошо, чтобы двигаться, чтобы тебе верили. Поэтому мы решили собрать воедино несколько мастер-классов, чтобы это всем было полезно, важно и нужно. И такое небольшое дополнение, скорее всего, мастер-класс по стилю будет проходить и для родителей в том числе. Потому что все-таки дети родителям доверяют, как-никак, чтобы родители послушали. У Наташи есть опыт, когда родители уж ну очень сильно наряжают детей и красят... И красат, да, майкап. И красат, и красат, да, вот и красат. Многократно и красат. Я могу даже рассказать, можно что-то рассказывать? Что, например, на больших серьезных конкурсах, таких как «Голос дети» стоит специальный человек перед выходом на сцену. Хотя всех родителей заранее предупреждают, не красите детей, не надевайте им вот такие вот серьги. Но родители все равно некоторые умудряются это где-то сделать из-под тяжка, пока никто не видит. В общем, и так свою деточку стараются выпустить на сцену в образе. Так вот, на больших конкурсах серьезных стоит специальный человек перед самым выходом с салфеточкой для снятия макияжа и делает ребеночку вот так. То есть если вдруг, то будет еще хуже. Так что лучше, лучше так не делать. Да, но практика такая есть. Хорошему. Все ведь хорошо в меру. Дети, ну они прекрасны в своем естестве. Наталья, если не ошибаюсь, ваша ученица же сейчас на шоу «Голос». Да, я сейчас снова опять к ней туда полечу. Мы, кстати, хотим, я хочу отлицать или зрителей, вас поздравить. Спасибо. Пожелать успехов. Жители города, жители края, поддерживайте, пожалуйста. Болеем за нас. Наша Катя огонь. За Катю нужно болеть. Так что давайте все пошлем свои положительные эмоции, чтобы у нее все получилось. Давайте сейчас делаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о фестивале «Другая высота». Будут также и призы в фестивале. Да? Конечно. Какой же фестиваль, конкурс без призов, конечно. Более того, к этому моменту мы подходим очень серьезно. Общий призовой фонд в нашем фестивале составляет 200 тысяч рублей, плюс дополнительные подарки. Мы не будем пока разглашать этот момент. Конечно. Инкрибер. Небольшая, да. Но подарки достойные, однозначно. Есть за что бороться. Плюс, конечно, у нас будет гран-при. И здесь подарочный, точнее, приз будет при поддержке продюсерского центра «Гутин Проджект». Да, вот тоже такая наша небольшая победа, чему мы очень рады. Также хочется сказать, что помимо девяти призовых мест в каждой возрастной категории, будут номинации от... Я бы назвала, наверное, этих людей неравнодушные граждане нашего города, которые очень болеют за детей, которым очень нравится идея фестиваля, которые очень хотят поучаствовать. И, конечно, чем больше номинаций, тем лучше ребята, тем больше интереса. И, кстати, может быть, кто-то хочет, мы до сих пор еще принимаем такие заявочки. Вдруг кому-то будет интересно поучаствовать и выбрать своего уникального ребенка. Ну, а в остальном, наверное, призы — это одна часть медали, одна сторона медали, а вторая — само мероприятие. И здесь тоже хотелось бы мне сказать, нам сказать, что некоторые ребята сегодня, на сегодняшний день, боятся участвовать. Они не понимают, как это будет выглядеть. В связи с тем, что наш фестиваль планируется проводиться ежегодно, мы даем этим ребятам такую возможность поприсутствовать абсолютно на всех мероприятиях, даже на прослушивании, дабы понимать, что их ждет, например, в следующем году. Это очень здорово, действительно. Я так понимаю, что сказали, в следующем году ежегодный будет ввести. Ежегодный, да. Что касается гран-при, то есть будет главный победитель, я правильно понимаю, да? Вот вы сказали, что будет немало призов. Давайте еще раз проговорим этот момент. То есть будет основной победитель и еще несколько мест, и потом номинации, правильно я понимаю? В каждой возрастной категории будет первое, второе, третье место, будет гран-при фестиваля, то есть главный победитель фестиваля. И будут призы, как сказала Екатерина, от неравнодушных граждан нашего города. Чтобы уже наверняка понимать, да, решила уточнить небольшой нюанс, внести. Андрей Сергеев также будет, как вы сказали, наставником. Что это значит? То есть будет все равно, да, какая-то команда детей собираться, закрепленная за определенным организатором фестиваля, да, за определенным членом жюри, может быть. Что значит вот то, что он будет наставником? На сегодняшний день мы будем просто проводить прослушивание, но каждому ребенку Андрея Сергеев даст свое напутствие, свое наставление. То есть каждого ребенка он прокомментирует. Это такое условие наше, и он очень согласился с тем, чтобы ребята могли понимать, в какую сторону двигаться, где немножечко доработать, либо все идеально хорошо. Я думаю, это немаловажно, более того, немаловажно для тех, кто придет просто послушать, чтобы понять, как вся эта кухня варится, как там жизнь кипит, и что важно для продюсера в первую очередь, для председателя жюри, вот, слышать со сцены. Наверное, вот наставник вот больше в этой стороне он. Да, действительно, очень важно, даже если ребенок не пройдет, да, прослушивание, даже если он не станет победителем в любой номинации, которая есть, но очень важно такой опыт получить. Я думаю, что Наталья и вы, Катерина, подтвердите, потому что когда ребенок развивается в творчестве, идет именно по этому пути, любой совет от профессионала высококлассного, это очень немаловажно, потому что это дает очень много. Мы фестиваль, честно говоря, для нас наша цель собрать ребят, собрать, потому что площадок у нас много на самом деле, конкурсов, в общем-то, много, нам хочется немножечко по-другому его представить, может быть, больше, ну, так выражусь, заморочиться совсем, потратиться, если так можно сказать, чтобы ребята, вот, шагнув на другую высоту, уже сразу чувствовали себя звездами, сразу понимали, что неважно, как они сейчас выступят, главное, что они здесь, в этой тусовке, они все вместе, они отличаются от всех, потому что их природа наградила умением петь. Это важно для нас, чтобы все были, все уже были победителями, неважно, как пройдет самопрослушивание. Тоже важный момент хочу уточнить, это может быть только один ребенок, то есть только вокалист может выступать, или это может быть дуэт, трио, может быть? Ну, на сегодняшний день у нас много заявок от коллективов, но нам надо все-таки браться за то, что мы можем сделать, да. Более того, мы не делаем из этого секреты, для нас лично это не коммерческий проект, это, вот, как говорится, меценатство чистой воды, да, вот это выражение. Соответственно, коллективы очень хотят, но сегодня мы должны понимать, да, что мы можем дать возможность вот этим ребятам. Ну, а с недавних пор мы принимаем дуэты, потому что, вот, опять-таки, я думаю, Наталья может нам рассказать о том, что на больших фестивалях это вполне... Да, сейчас такая практика в последнее время, что дуэты выступают наравне с солистами, у них даже нет отдельной категории, вот, на больших фестивалях и конкурсах. Они просто идут в общем потоке вместе с солистами. Ну, и мы решили, если мы наберем достаточное количество дуэтов, мы их, конечно, сделаем, для них делаем отдельную номинацию. Ну, здорово, действительно. А может быть, уже в последующие годы? Да, обязательно. Мы уже сегодня видим, куда нам двигаться, куда расширяться, поэтому на следующий год у нас уже... У нас уже очень много идей, как дальше развиваться. Да, уже планы пишутся, и мы начнем заранее подготовку, скорее всего. Репертуар, насколько важен? Или это полет фантазии исключительно участников? Нет, конечно же, репертуар имеет значение. Даже не столько, наверное, репертуар, сколько направление, да, вокал, ведь он может быть академическим, народным и эстрадным. Это фестиваль, относящийся к эстрадной музыке, к эстрадному вокалу. К сожалению, мы не можем брать сегодня академистов или народников. То есть тоже нужно обратить внимание. Это не наше направление, да. Мы здесь скорректируем желающих участвовать. В любом случае, мы, наверное, здесь выступаем как наставники, потому что к любому номеру нужна какая-то техническая поддержка. То есть здесь мы направим, ну и, собственно, да, вплоть до того, чтобы посоветовать песню, может быть. Да, если даже ребенок развивается в народном вокале, можно взять какую-то аранжировку эстрадную, сделать какую-то стилизацию. Если есть желание, всегда можно экспериментировать. То есть обыграть, если хотите немножечко народного привнести в песню, например, то можно обыграть таким образом эстрадную песню. Да, аранжировкой. Аранжировкой. Мы сегодня немало рассказали, конечно, но, тем не менее, наверняка еще будут вопросы у желающих принять участие. Куда можно обратиться, как и где вас найти, можно ли действительно проконсультироваться, может быть, более подробно. Расскажите об этом. Можно позвонить по номеру телефона 8-900-14-348-80-88. И я отвечу на все ваши вопросы. Давайте еще раз озвучим все-таки сроки проведения фестиваля «Другая высота», площадку и пригласим участников. С 25 по 28 марта это дни весенних каникул, что немаловажно. Каникулы такие, что немножко не понять, куда бы нам деться. Вот мы приглашаем всех желающих поучаствовать в нашем замечательном мероприятии. Заявки мы принимаем до 1 марта. И на все вопросы Наталья Михайловна готова ответить, если вы наберете телефончик, который нас заранее указала. Спасибо вам огромное, что сегодня нашли время и пришли к нам на программу. Спасибо за то, что вы делаете. Это замечательно, что вы открываете новые возможности для талантов, юных талантов Дальнего Востока и не только. Фестиваль Всероссийский. Я желаю вам развития, желаю успешного дебютного фестиваля, удачи, замечательных участников, как можно больше победителей номинаций. Спасибо огромное, что пришли к нам сегодня. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить» в студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Увидимся на восьмом.